История, о которой пойдет речь в следующем материале, буквально повергла нас в шок. Месяц назад в одном из районов Нарьинмара 33-летний мужчина избил родную бабушку. Причем в ее же квартире. 89-летняя труженица тыла боится возвращаться домой и ютиться у родственников. Племянница, пострадавшая, не зная где еще искать помощи, обратилась в редакцию нашего телеканала. Подробности прямо сейчас. Вспоминая тот страшный вечер, Маргарита Концевая не может сдержать слез. Около месяца назад 89-летнюю женщину избил родной внук. Причем в ее же квартире. Избил меня, избил. Чуть не убил меня тут. Пришел как-то вечером, уже после ужина. Пришел, выпившим. И ни с того, ни с чего, ни слова не говоря. Ни я ничего не говорила, ни он ничего. Вдруг начал швырять стулья. И бить меня. Поударил по голове. Хмотал меня. Крики пенсионерки услышали соседи. К приезду полиции внук заперся в квартире и не открывал дверь. Поэтому пришлось даже привлекать спасателей. Когда дебошир успокоился, с него лишь взяли объяснение. Задерживать тирана не стали. А бабушка так и не поняла, чем провинилась. Они жили в одной квартире. Со своей пенсией Маргарита Концевая оплачивала коммуналку, а внук, по словам женщины, нигде не работал и безбожно пил. Ну, он мне вымогал в последнее время уже, ничего не готовил, да что так. Где-то 500 рублей до обеда только успею встать с постели и подходит. Дай, бабушка, 500 рублей на еду. Я говорю, ну, на еду не жалко, конечно, говорю. Я не жалела, говорю. А он это самое пропьёт, а вечером опять приходит. Бабушка, дайте 100 рублей. Теперь троженица тыла боится возвращаться в своё жильё. Сначала бабушку приютили соседи. На время, пока племянница пыталась решить вопрос с разменом квартиры. Обратилась в мэрию, но с юридической точки зрения это оказалось попросту невозможным. Я-то ходила к Анухину зачем? Для того, чтобы попросить разменять ихнюю квартиру. Потому что она смертна, боится идти туда. И вот они мне сказали, что мы вам ничем помочь не можем. Вот предложили идти в госбюро. Там как бы написать, чтобы они помогли написать заявление, что чего. Вот, звонила я сама по правам человека. Да, хотела к Сверидовой попасть, специалисты. Но они, естественно, сразу вышли на соцзащиту. Соцзащита мне звонила. Они мне предложили или кризисный сад, или дом престарелых. Но у меня такого мысли даже нет, чтобы её сдать туда. Это та самая квартира, из которой месяц назад буквально выжили труженицу тыла Маргариту Концевую. Возвращаться сюда бабушка попросту боится. Кстати, по словам соседей, не появляется здесь и внук. Дверь нам так никто и не открыл. А вот соседи, которые в тот злосчастный вечер первыми пришли на помощь бабушке, говорят, что это уже не первый случай неадекватного поведения со стороны мужчины. Когда у него мама была жива, он же её тоже избивал. Мать избивал? Да. Я сколько вызывала полицию, и маму покойную вызывала Галя. И успокаивается. А что он, пьёт? Пьёт. Сейчас-то я уже как месяц бабушку забрала, так я его месяц уже не вижу. О моральной стороне этой шокирующей истории говорить, пожалуй, излишнее. Внук Маргариты не то, что не извинился, но и пока не понёс никакого наказания за содеянное. Дело передано в суд. Но, как показывает практика, в подобных случаях речи об изоляции тирана от жертвы чаще всего не идёт. Так что же делать человеку, который оказался жертвой домашнего насилия? В первую очередь необходимо незамедлительно вызвать полицию, а также зафиксировать побои. Данное направление выписывается для того, чтобы подтвердить факт нанесения побоев, зафиксировать какие-либо телесные повреждения, если они имели место быть. Данное судебно-медицинское заключение является основным доказательством для привлечения лица за нанесение побоев. За нанесение побоев предусмотрена либо административная ответственность, либо, если это рецидив, агрессора могут привлечь по 116-й статье Уголовного кодекса. Но и здесь максимально возможное наказание – лишение свободы на срок до двух лет. Именно поэтому проблема домашнего насилия сегодня активно обсуждается как общественностью, так и представителями власти. Вообще никакой насилии не приемлемо. А тем более в отношении слабого – женщины, ребенка или мужчины, у которого нет сил, изнемогающего, условно говоря. Поэтому я знаю о том, что эта проблема обсуждается в Государственной Думе, в Совете Федерации. До 1 декабря будут внесены очередные изменения в федеральное законодательство, касающие именно этой проблематики. Но здесь нужно вот семь раз отмерить, а потом отрезать. Почти миллион россиян уже подписали петицию о принятии закона о домашнем насилии. Его суть – введение охранных ордеров, позволяющих изолировать насильника от жертвы. Также в случае принятия закона пострадавший попадает под защиту государства. Сбором доказательств должны будут заниматься правоохранительные органы. Вернемся к истории Маргариты Концевой. Пока 89-летняя бабушка живет у своей племянницы. Как говорится, в тесноте да не в обиде. По крайней мере, здесь она получает необходимый уход и заботу. А главное – чувствует себя в безопасности.